Подписывайтесь на мой канал. Будем путешествовать вместе. Подписывайтесь на мой канал. Если вы понимаете, о чем я. И как важна торговая зона. На сегодня это просто обычный туристический район, который привлекает сюда туристов различными кафешками, развлекательными заведениями и так далее. Ну вот, сейчас, собственно, мы погуляем и посмотрим, что тут есть. И один из пунктов остановки нашей будет центр компьютерный, где продается какая-то компьютерная техника. И вроде как говорят, что здесь даже можно торговаться, и порой скидки могут доходить до 50%. Ну, посмотрим, торголет или нет. Смотри, какая у меня собачка есть. Здесь вообще, кстати, очень много вот такого плана различных скульптур. Это, я не знаю, из бронзы, наверное. Вот тут мальчик-собачка играется. А здесь вот дети на качелях катаются. То есть, интересно. Вообще, очень красивая улица. Вот здесь прям чувствуется настоящий Китай. Немного такого он должен быть. Это, кстати, первый год, которого мы здесь увидели. Не убежал. Китайский людской трафик. Слушай, сколько народу, а? Китайцы строят не только огромные дома, но еще у них вот есть такие замечательные огромные пиццы, кстати. По виду не очень вкусные. Что из себя представляет Вачай компьютер-центр? Да это местные жданы. Ну, на самом деле, да. То есть, вот выходит куча-куча-куча ламок и продают компы, там, зарядные, телефоны, планшеты. Ну, вообще, вообще, все что угодно, вот, единственное, я не уверен насчет того, ну, оригинальное, скорее всего, конечно, оригинальное, но вот в плане, там, гарантии или чего-то, на самом деле, сложно сказать, ты, Виталий, как думаешь? Да, мне не верю вообще, что это все же не верно, где вот здесь же, в подвалах, где какие-то штампуются, в таких же мыджетах, где мы живем. Блин, поэтому, не знаю, ну, пока что, честно говоря, мы что-то покупать не решились, и почему-то мне кажется, что мы вряд ли решимся. Ну, походим, конечно, еще посмотрим, может быть, что-нибудь забавное будет. Так, ну, значит, купил я себе переходник, мне нужен был для телефона, рассказываю, как все делается. Изначально он стоит 90, я подошел к продавцу, говорю, товарищ, ну, как бы, 90, может, это многовато, как бы, сколько ты можешь мне дискаунт дать? Он говорит, ну, я, наверное, могу дать 70. Я говорю, блин, 70, что-то тоже многовато, давай, может, 50. Он говорит, не, 50, это много. Ну, начиная, значит, доставал деньги, смотрю, у меня как раз было только 40 гонгольских долларов бумажками, ну, и там монетками еще 10. Я, значит, перед ним это все раскладываю, говорю, ну, вот у меня, смотри, у меня есть 40, вот что-то тут, какие-то монеты, там, как-то набрал еще 10, ну, есть 50. Ну, и включил свой старый трюк, белорусские рубли. Говорю, вот, типа, доставил, present for you, 100 белорусских рублей. Он говорит, ну, там, я, типа, не смогу их поменять, все, я там показываю, там, говорю, ну, у меня больше нету. Он говорит, типа, попроси у друга. Я говорю, ну, у друга только карточка есть, как бы, тоже все, не могу. Минут 10 мы с ним, в общем, общались, я ему там что-то все пытался засунуть эти 100 рублей белорусских. И в итоге он говорит, типа, окей, давай мне все, что у тебя, типа, есть, ну, короче, я ему дал 40 долларов гоконских бумажками и 10 монетами. Но present, он, кстати, белорусский, почему-то не взял. В итоге я остался при скидке 50% на вот эту штуку и 100 белорусских рублях. По-моему, успех. Работай. Сейчас мы идем по улице, которая называется Локхард. Локхард Роуд. Всегда это была улица красных фонарей. Но я не знаю, на самом деле я ничего не вижу здесь такого, чтобы ее отличало. Единственное, что вот нам как рассказали, если вывеска розового цвета, либо написано, типа, там, массаж, там, или что-то вот такое, то, значит, это не просто массаж, например, страна. В принципе, мы такие уже заведения видели, но не заходили. Виталик хотел зайти, но я его отговорил. Вот. Не знаю, сейчас погуляем, конечно, если что-нибудь будет интересно, то покажем. Если нет, ну, будем двигаться дальше, у нас еще есть парочка паров. Виталик, а что ты такое ешь вот это? Короче, какие-то местные вафли есть в виде обычных бельгийских, но вот это чисто гонконгские, в виде таких ячеек для яиц. Стоит всего 10 баксов за вот такую одну большую штуку. Вкусно? Ну, это такие мягкие, полые. Очень вкусные, сладкие вафли. Чисто такой перекус уличный, подойдет. Ну, в общем-то, мы прогулялись, действительно, есть заведения для взрослых, так сказать, интимные. Ну, отсюда особо, нет, отсюда будет на самом деле не видно, как бы вот это вот бары, вот, а вот там вот, ну, там реально заведение такие, то есть стоят такие женщины, ну, по ним видно, какие они услуги оказывают. Ну, кто хочет, кому интересно, вот, Лак Торт Роуд, можете приезжать, попробуйте, почему нет. Сейчас мы находимся на площади Золотой Баугинии. Она находится напротив выставочного комплекса местного. Эта скульптура посвящена тому, что в 1997 году специальный административный район Гаркорг был образован и, так сказать, получил свою независимость. Это место еще знаменито тем, что отсюда открывается шикарный вид на симфонию огней. Это лазерное шоу, которое каждый вечер проходит по вечерам здесь. Каждое утро в 7.50 здесь проходит церемония поднятия флага. И, наверное, даже если нам когда-нибудь будет не лень, и мы к этому времени сможем сюда приехать, то мы обязательно эту церемонию посмотрим. До сейчас, через 10 минут, начнется симфония, поэтому будем ее ждать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, пока, честно говоря, не очень понятно, где тут что. Вон там лазер включили. Да, есть. Плохо видно. Вон там что-то начинает включать. А вот что-то там все понятно. Такое впечатление, что она все-таки вот за тем зданием. А вот с другой стороны, кстати, еще там. А вот с другой стороны, кстати, еще там. Ну, в общем, мы посмотрели шоу. Можно сказать, что оно очень сильно на любителя. Я считаю, что оно больше подходит для какого-нибудь европейского пенсионера. Скучное полностью. Ни о чем абсолютно. Какая-то вырвиглазная попсовая китайская музыка. А, мне, кстати, понравилось. Может, немецким пенсионерам понравится. Они, в принципе, им все нравится. Видите, немецкий пенсионер, приезжайте в Гонконг смотреть шоу. Не тратьте время на это шоу. Лучше просто посмотрите на эти небоскребы из Гонконгского парка, чтобы его посмотреть. Я думаю, это гораздо лучше будет. Ну, а я на самом деле скажу вот что. Если вам нравится такая забавная китайская музыка, то можете смело сюда прийти, послушать музыку. Ну, и в этот момент где-то будут мелькать какие-то немножко фонарики. То есть, вот так вот оно и будет. Честно говоря, ожидали чего-то большего. Ну, нет так нет. Ничего страшного. Во всяком случае, как видите, вид шикарный. Помните, был такой фильм, который называется «Убойный футбол». Так вот, этот фильм был снят в Гонконге. И, возможно, вот, примерно вот здесь вот актеры отрабатывали свои футбольные навыки. Ну, примерно так. Гонконгцы играют в футбол. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»